Люди порой находят интересные, но непонятные им вещи. Для одного человека это «ну чего это такое? Зачем мне это надо? Дома точно не пригодится, брать не буду, это мусор» и просто проходят дальше. А другие при виде подобной находки просто радуются как дети, потому что они хотят, хотят себе такую купить. Но как отличить мусор от реально интересных и дорогих вещей? Да все просто, надо смотреть такие вот подобные видео у меня на канале, где я расскажу кто чего нашел и за сколько это было продано. Порой нам на глаза попадаются старые книги, ну вот честно, кто обращает на них внимание? Ну куда, в лучшем случае сдать на макулатуру? Не, ну можно еще печку растопить, ну зачем такое тащить в дом? Это же хлам, старая книга. Но если знать как и главное где правильно показать, то могут найтись и ценители. Первый ботанический атлас России 1780 года. Вот такую вот книгу нашел человек на чердаке. О чем книга? Так о травах, листиках, кустиках и все такое. Ботанический атлас. За таким лотом судило всего-то 12 человек, но это любители правильных травок. Но сделали они 80 ставочек. И в итоге вот такая вот старая книга продана, а здесь внимание, за 31 тысячу и 1 гривну. Это чтоб вы понимали, 1110 долларов или 82 тысячи 340 рублей. Вот вам и книга. А вот смотрите какую находку подарила земля поисковику в Житомирской области. Помыл, без фанатизма, покрутил в руках, но что оно такое? Как определить? Подставил на биолете. Думаю, это вдруг кто-то подскажет. Скажу коротко, много людей просто выпали в осадок. Это у нас оказалось фибула брошь в стиле борре. В центре 4 лига. Крут не сказанное. Такие были комментарии. Такие попадаются случайно раз в 20 лет. Еще и такое мега состояние. Весом такая красота 105 грамм. А вот только честно между нами. Вот если бы просто откопал, покрутил в руках, ну что оно такое? Крышечка? Не крышечка? Ну точно не мега ценная находка. Реальность оказалась, как вы поняли, уже другой. За таким лотом следило больше 100 человек. Сделали они 226 ставочек. И в итоге случайная находка парня была продана за 182 тысячи и одну гривну. Это у нас на секундочку примерно 6 с половиной тысяч долларов. Или 483 тысячи 400 рублей. Смотрите, какая интересная штука. Угу. Это у нас как бы и велосипед, и педальная машинка. Но 1907 года. Но вот здесь все наоборот. Не так, как мы привыкли. О чем это я? А здесь в движение его приводить надо руками, а управлять ногами. Вес выдерживает где-то 75 килограмм. Димона к виточку точно бы не повез. Сломался бы дважды. Вот смотришь и думаешь, ну хорошо, ну 1907 год. И что? Это кому-то надо? За таким лотом следило почти 300 человек. Сделали 90 ставочек. И в итоге старый такой велосипед, где все наоборот, был продан за 27501 гривну. Это у нас на секундочку почти 1000 долларов. Или 73 тысячи 43 рубля. И вот так вот бывает. Купил кто-то давно машинку, так и не поигрался, потому что стояла в коробочке. У нас Волга. ГАЗ-24. Олимпийская машинка. Масштаб 1 к 43. Часто такие покупали в то время. У кого-то не вышло поиграться тогда, но в наше время 80 человек решило. Куплю и буду играться. Сделали они 31 ставочку. И в итоге вот просто игрушка с чердака была продана, но в коробочке. Ровно за 9000 гривен. Это у нас 321 доллар. Или 23900 рублей. Вот так. И снова чердачная находка. Вот смотри. Нет, это никакой не мотошлем. Точнее шлем, но авиатора. Первой мировой войны. Представили, где мы, где Первая мировая война. Вот такие вот находки находят на чердаках у дедушек. В обычной жизни находка никому не нужна. Ну зачем такое? А если показать в правильном месте, то могут найтись ценители. За таким лотом следило 69 воздухоплавателей. И сделали они 64 ставочки. И в итоге такой вот старенький шлем без банки был продан за 2700 и 1 гривну. Это у нас опять же почти 1000 долларов. Или 71 700 рублей. В старых домах, да и просто у бабушек, у дедушек бывает старая какая-то непонятная посуда. Например, вот пивной бокал. Знаете, такие были когда-то. А кто не помнит, в старых фильмах есть про Витцина и Маргунова. Там с них еще пьют настоящее пиво. Не то, что сейчас порошок. Сам бокал приятный, интересный. Но оказывается, они еще денег стоят. Все зависит от клейма. За данным бокалом следило 38 человек. Но это те, которые разбираются в клеймах. Сделали они 72 заветные ставочки. И в итоге с виду обычный пивной старый бокал продан за 5313 гривен. Это у нас 190 баксов. Или 14100 рублей. Хотя и обычный старый бокал стоит каких-то денег. А вот если бы нашел такое в земле, как человек, продавал такое в Никополе, то не обратил бы внимания. Ну какой-то столб, какая-то трюхлятина, что на такое, кому это надо. Но это оказался бивень мамонта весом в 20 килограмм. Самого мамонта нет, но часть бивня есть. За таким лотом следило 22 человека. Но это любители мамонтов. И сделали они 44 ставочки. И в итоге такой вот незрачный кусочек куплен за 12304 гривны. Это у нас 440 долларов. Или 32700 рублей. А вот смотрите, находка с гаража дедушки. Что это? Это у нас легенда. Это у нас К-750. И просто мега куча запчастей. Там еще три собрать-то можно. Откуда взялось сколько запчастей? А вот во времена СССР никто ничего не выбрасывал. Даже если вы снимали деталь, и она сломана, вы ее откладывали в гараж. Пускай полежит, а вдруг сделаю, а вдруг починю, а вдруг пригодится. Никто ничего не выбрасывал. Потом это все называли запчасть. Сбрасывали в коляску или в багажник автомобиля и продавали. Изначально за вот такой вот К-750 или то, что от него осталось, человек хотел 535 долларов. Но в итоге удалось продать за 290. Вот такую вот мега кучу запчастей. Но все же лучше, чем сдать на металлолом. Ну у нас так точно. У нас металлолом ни при чем. А вот такой вот лут продавал любитель картофеля. О чем это я? Ну есть у человека под Киевом огород. Любит он на нем выращивать картофель. И каждый раз, когда что-то садил, выкапывал топорик. Ну место такое волшебное. Насобирал целую коллекцию. А площадь-то в Киеве дорогая. Решил освободить, так сказать, жилплощадь. И продать 12 своих топоров. Он себе еще накопает. Поставил на площадку Виолити. Ну а вдруг найдется ценитель? Таких нашлось больше 130 человек. Сделали 64 ставочки. И в итоге 12 разных топоров с запахом картофеля были куплены ровно за 17 тысяч и одну гривну. Это у нас 607 долларов или 45 155 рублей. Бывает на глаза людям попадаются старые куклы. На чердаке, в доме, да где угодно. Но старая кукла, оно и есть старая кукла. Играться не хочется. Они часто потертые. Мыши им сделали ням-ням-ням, депиляцию и шугаринг. И они никому не надо. Такие игрушки просто выбрасывают. Выбрасывают. А зря. Смотрите, у нас кукла. 40-е и 50-е года. Папье-Моше. Пресс и опилки. Это материал из того, с чего сделана кукла. За такой, на первый взгляд, не очень красивой куклой следило почти 100 человек. И сделали они на секундочку 233 ставочки. И в итоге вот такая вот старая нехти кукла продана за 43 тысячи и 2 гривны. Это у нас больше, чем полторы тысячи баксов. Или 114 тысяч 200 рублей. Вот вам и выбрать такое. Мы, люди, бывает, коллекционируем совсем непонятные вещи. То, что для одного человека хлам, для другого, ух, мега желанная вещь. Смотрите, у нас плакат. Да, это старый киноплакат 1974 года. Фильм «Эротическая комедия» Джека Анвальда «Дипломаты. США. СССР». Понимаю логичный вопрос. Ты чего, Дима? Какая эротика в СССР еще и в 1974 году, ну, выходит, была. Хотя, если вы помните, то в СССР не было ни эротики, ни кекса, а детей находили в капусте. Но не про то. Хотя про то. Это же какая капуста? Меня, наверное, нашли в грузовичке капуста. За таким вот лотом, просто из бумаги, следило 25 человек. Сделали они 40 заветных ставочек. И в итоге, вот такая вот эротика 1974 года продана за 3200 гривен. Это у нас на секундочку 115 баксов или 8500 рублей. Кто-то на стенку под стекло повесил. Так что, друзья, если у вас есть подобные находки, или вы хотите что-то купить себе для своей коллекции, не боясь подделки, то ссылочку на площадку Виолити оставлю под видео. Зайдите, посмотрите. Там много чего интересного. А если посмотрели и не разобрались, то пишите мне по ссылкам снизу. Чего-нибудь придумаем.